Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша встреча сегодня посвящена конфигурации ERP управления холдингом и, соответственно, мы с вами сегодня будем разбирать инструменты работы по учету НДС. Ну и конкретно про помощника по учету НДС поговорим, ну и немножечко вокруг этой темы, какие нам доступны еще отчеты, инструменты и так далее. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина и приглашаю вас принять участие в обратной связи, то есть мы будем очень благодарны вам за вопросы, например, какие у вас возникли по ходу нашего вебинара или, может быть, по ситуации в вашей компании, в вашем учете, то есть если вы задаете нам вопросы касаемо конкретных ситуаций вашего, например, бизнес-процесса, то у нас будет больше времени на формирование ответа, на формирование более подробного предметного ответа и, соответственно, мы надеемся, что сможем вам помочь и будем вам полезны. Так что милости просим к взаимному сотрудничеству. Значит, как будет проходить наша сегодняшняя встреча? Нормативные материалы, их, в общем-то, не очень много, но они есть. Мы будем смотреть на слайдиках и будем попутно переключаться на демо-базу конфигурации ERP, управление холдингом, вот таким образом, и, соответственно, смотреть, так сказать, то, о чем мы поговорили в теоретическом формате, смотреть уже на практике. И, собственно говоря, снова возвращаемся к нашим слайдам. Программу нашей встречи вы видите сейчас на экране, то есть мы поговорим про то, где на самом деле находится этот помощник по учету НДС, какие настройки необходимо выполнить для того, чтобы начать работать с НДС. Ну, собственно говоря, ритуальный, можно сказать, такой же процесс работы через НСИ и через справочники подразделов. Поговорим про внешнеэкономическую деятельность и НДС, поскольку они взаимосвязаны, естественно, с таможенными декларациями, с прослеживанием товара, ну, то есть достаточно много всякой специфики касательно ВЭД. И, естественно, поговорим про регламентные операции, то есть про декларации по НДС, по поводу других отчетов. И немножко коснемся налоговой реформы и, соответственно, книги покупок и книги продаж. Ну, в общем, все вокруг официальной отчетности и дополнительных сервисов. Итак, мы начнем немножко освежим в памяти теоретическую базу. Начнем с того, что у нас НДС, один из немногих разделов, то есть который касается налогообложения, но здесь у нас есть одна тонкость. У нас счета по учету НДС не настраиваются практически. То есть для работы с НДС мы сдаем декларации и налоговый период по декларациям у нас квартал. И для того, чтобы работать с декларациями, мы используем подраздел. Подраздел этот вам знаком хорошо, это 1С отчетность. Акцентирую ваше внимание, что это именно название подраздела. И в рамках данного рабочего места у нас, в общем-то, работа с НДС централизованная, в общем-то, очень комфортная. И тут собраны инструменты, которые очень помогают и отчеты, и дополнительные проверки и так далее. Живет у нас помощник в подразделе финансовый результат и контролинг. То есть работать мы с вами сегодня будем вот с этим помощником по учету НДС. И находится он у нас с вами в финансовом результате там же, где и закрытие месяца. Значит, ну, до того, как нам использовать этот помощник, естественно, нам необходимо посетить подраздел МСИ и администрирование и сделать некоторые операции. То есть активировать функции именно по работе с НДС. Кроме того, что мы посетим нормативно-справочную информацию, нам надо еще будет проверить учетную политику. То есть, если мы переходим в раздел НСИ и администрирование, как вы помните, в этом разделе у нас выполняются, так сказать, грубые настройки. То есть активация всяких разных функциональных опций, которые по умолчанию при запуске конфигурации у нас не активированы. Для работы с НДС мы выбираем вот этот подпункт учет НДС, импорт и экспорт. Когда мы сюда переходим, ну, самой первой строкой у нас стоит учет НДС. То есть, естественно, мы ставим сюда флажок, чекбокс, красивую зеленую галочку. То есть, что мы формировать будем? И отчетность по НДС, будем или нет использовать вот эти дополнительные настройки. Это зависит от вашего бизнес-процесса. Ну, то есть, планируете вы, допустим, реализацию металлолома, срыв шкур и так далее. И, соответственно, либо покупку вы планируете. То есть, вы в этом случае будете в качестве покупателя, который должен облагать НДС данную операцию. Или вы выступаете в качестве продавца. И в этом случае ваши покупатели должны будут этот НДС учитывать. Отдельная нумерация счетов фактур нужна или нет? В принципе, на практике опыт показывает, что нужна. Потому что в этом случае используется префикс. То есть, перед номером счета фактуры мы в журнале видим префикс с буковкой А. Это, в общем-то, помогает, когда большой объем документов, естественно, это все-таки помогает быстрее сориентироваться. И использовать печатные формы версии 2.5. Да, использовать, потому что версия 2.4 уже практически у нас не применяется. А современные, скажем так, современные релизы начинаются у нас сейчас 2.5.17, 18, 19. То есть, естественно, версии 2.5 мы их используем. Значит, после того, как мы эти настройки сделали, мы еще пробежимся. Во-первых, регистрация номеров ГТД. То есть, если мы работаем с прослеживаемым товаром, то, естественно, мы проставляем торговлю импортным товаром, например, и так далее. То есть, номерация ГТД. Контролируются номера ГТД. И, соответственно, если мы проставляем такие флажки, то НДС у нас, естественно, будет учитываться при пересечении границы. И, соответственно, в уплате таможенных платежей у нас НДС возникает, таможенные. И, естественно, в этом случае мы порассматриваем импорт, то есть, какие мы проставили настройки, и экспорт. Все, ну, здесь еще нельзя выдохнуть. Здесь, соответственно, мы проставляем флажки и регистрация таможенных деклараций на экспорт. По-хорошему тоже флажок проставляем. И теперь, перед тем, как мы перейдем в раздел финансовые результаты контроллинг, мы с вами должны проверить учетную политику. Потому что в учетной политике именно задаются параметры работы с НДС. Значит, учетную политику, где мы смотрим? Ее мы смотрим, опять же, через раздел МЦИ и администрирование смотрим. Организацию. Организация. И при приходе по этой ссылке у нас с вами открывается общий журнал юридических лиц моих. И, соответственно, здесь вот у меня компания, которая платит НДС. Вот этот транслятор. И, как мы видим, в закладочке учетная политика. У нас вот она касается учетная политика. И здесь у нас целый подраздел настройки учета НДС. Если мы по этой гиперссылке туда проваливаемся, то у нас такая картинка. Ну, поскольку мы платильщики НДС, естественно, мы вот здесь не ставим, что мы освобождены от НДС. Мы выбираем только вот эти показатели. То есть, каким образом зачитывается аванс. Ну, чаще всего выбирается в течение пяти календарных дней. Ну, естественно, здесь могут быть и другие варианты, которые соответствуют вашему бизнесу, вашему учету, вашей учетной политике. Периодичность оформления сводных справок. Если вы сводные справки используете, то выбираем формат, который применяется. И периодичность формирования вычетов. Ну, и, соответственно, восстановление НДС. Ну, можем указать месяц, можем указать квартал. Ну, а вот теперь начинаются основные настройки, которые мы здесь можем задать, то есть в учетной политике. И обратите внимание, не только задать, но это должно быть отражено в самой учетной политике. То есть, в письменном документе, который мы делаем. И, соответственно, эта учетная политика должна быть приказом введена в действие. То есть, не забываем про физические документы, наоборот. То есть, обязательно смотрим. То есть, раздельный учет товаров в разрезе ставок НДС. Даже если мы забыли, что это такое, используем вот эту контекстную справочку. То есть, вопросительный знак. Если на него нажимаем, то вот конкретная подсказка по данному разделу, по использованию данного раздела. Что это значит? Проставляем чекбокс. Обычно раздельный учет применяют, ну, скажем так, 80%, наверное, точно, плательщиков НДС. Здесь, естественно, выбираем то, что нам подходит. То есть, либо длительный цикл производства, либо, может быть, у вас с учет космической деятельности. Ставим флажок «Применяется НДС по фактическому использованию». Что это значит? Это значит, что мы опять подглядываем в шпаргалочку. Это значит, что у нас НДС блокируется до момента, когда мы оформляем выбытие конкретных товаров. И, соответственно, НДС, который был включен в стоимость. Если мы этого не сделали, то есть по каким-то причинам, ну, мало ли, может быть, забыли, то по истечении трех лет, как вы видите из этой подсказочки, следует, что у нас НДС будет автоматически принят. Поэтому, даже если мы совсем про все забыли, эта галочка у нас поможет нам такую операцию осуществить. Учитывать порог 5%. Как вы помните, мы проставляем эту галочку, потому что учитываем НДС, и нам, собственно говоря, освобождение от него не особо нужно, если мы уже настраиваем применение НДС. Ну и, соответственно, списывать НДС по расходам, которые не принимаются в налоговом учете. Да, лучше проставить эту галочку. Ну, естественно, здесь уже будет зависеть от того, как вы в учетной политике применяете этот пункт. Но чаще всего лучше все-таки проставить. Направление списания НДС, ну, то есть просматриваем все вот эти настройки и обращаем внимание вот на что. Вариант учета НДС, выделенного из стоимости товаров при изменении деятельности на необлагаемом. Значит, лучше всего проставляем «Включить в стоимость». Потом мы с этой отметочкой еще столкнемся, то есть «Включение в стоимость», но пока все по порядку. После того, как мы настроили учетные политики, мы уже можем переходить к документам, которые отражают поступление в ибытие НДС. Сейчас снова переключаемся на наши слайдики. И в этом, значит, мы с вами говорили про помощника. И в разделе «Помощник» у нас есть очень удобный учет, очень удобный отчет. Он аналогичен такому же отчету по прибыли. И называется он «Анализ состояния учета по НДС». Я еще раз повторюсь, то есть по НДС у нас один из самых сложных, наверное, налогов. И, естественно, такой учет очень нам помогает. Сейчас я вам покажу слайдик, который иллюстрирует, так сказать, схему действия при учете НДС. Это схема взята с официального сайта НДС и иллюстрирует, насколько это сложный учет. Но, тем не менее, на самом деле это достаточно максимально, скажем так, информативная схема. То есть вы видите, это иллюстрирует операции по субсчетам. То есть, как я уже говорила, у нас субсчета в основном не настраиваются, потому что жестко определены субсчета, которые отражают, например, 19.05. Это у нас таможенная декларация. Таможенная НДС берется из декларации и так далее. То есть вы видите, как по субсчетам у нас закреплены и операции, и, собственно говоря, механизмы, алгоритмы, которые заложены при этом, и добавить какие-то дополнительные субсчета на 19 еще достаточно проблематично. Нет, конечно, ничего невозможного, но для этого придется писать достаточно серьезные обработки. На следующем слайдике вы видите субсчет, то есть он не отражен в этой схеме. Это, как вы видите, 19.09 здесь у нас нету, но на 19.09 у нас с вами учитывается НДС по уменьшению стоимости реализации. То есть каждому субсчету прикреплен уже по умолчанию достаточно серьезный механизм, который настроен и работает. Поэтому влезть в него и добавить какие-то моменты достаточно проблематично. Следующий слайдик, который мы с вами посмотрим, это как раз-таки слайдик, где мы уже побывали, то есть раздел НСИ и администрирование, и настройки, которые касаются НДСа. То есть раздел НДС. И начинаем, как мы уже посмотрели, с учета НДС, но потом проходим еще по остальным пунктам и регистрация, и импорт, и экспорт. Следующий слайдик, это у нас настройка учетной политики. И опять же через раздел НСИ и администрирование мы с вами выбираем раздел Организации, выбираем те юридические лица, которые у нас будут работать с НДСом, и уже через учетную политику настраиваем конкретные правила работы с НДСом данного юрлица. это сами настройки, где мы уже с вами отмечали, какие чекбоксы мы будем проставлять. То есть не забываем лучше выбрать про запас, чем потом у вас при работе с конкретными документами окажется, что какой-то раздел, какие-то функциональные опции не активированы, и вы в зоопарке мечетесь ищите, а где же у меня это все находится, то есть где же этот волшебный флажок. Теперь мы с вами поговорим про настройки, которые мы задали, на что они нам повлияют, и, собственно говоря, будем уже смотреть предмет на конкретный наш помощник. Про эту настройку мы с вами говорили, то есть если мы являемся плательщиками НДС, то отмечать флажки, что мы освобождены от уплаты, мы, естественно, не будем. Но может возникнуть ситуация, когда вы освобождены, например, по 149 статье, то есть какие-то конкретные виды деятельности, эти виды, которые у вас прописаны в учетной политике, у вас не облагаются. Тогда, естественно, вы поставите этот флажок, что вы освобождены, например, у вас основная деятельность по НДС, у вас какую-то второстепенную деятельность, у вас вы оказываете в качестве не основного производства, например, вспомогательного, и она попадает под освобождение. Организация реализует работу, услуги не на территории Российской Федерации. Значит, в этом случае это фактически экспорт обозначает, и в этом случае у нас, соответственно, НДС экспорта, это мы не можем использовать нулевую ставку до того, как не придет подтверждение от налоговых органов. Раздельный учет, как я уже говорила, это в основном все платильщики НДС сталкиваются с этим, то есть это ведется дополнительный партионный учет для цели обложения НДС и для восстановления НДС. То есть раздельный учет мы отмечаем флажочком. Раздельный учет по статейных производственных затрат. Я вернусь просто к слайдику сейчас. Это мы с вами говорим вот про эти настройки. То есть организация освобождена или нет, это стопор 9-я статья и так далее, это были вот эти настройки. А вот эти настройки мы сейчас с вами обсуждаем. И нас интересует раздельный учет по статейных производственных затрат. Если мы ставим сюда флажок, то есть чекбокс, то в этом случае мы помним, что мы можем поставить его только если у нас уже стоит флажок, что применяется раздельный учет. И напоминаем, что, точнее вспоминаем о том, что у нас при этом может использоваться только метод FIFA. То есть если раньше мы использовали лифа, фифа, посредний, то теперь лифа мы не можем использовать. Используем только метод оценки FIFA. То есть first in, first out. Первый пришел, первый вышел. Значит, суммы НДС у нас в этом случае будут распределяться в соответствии с базой распределения. Как вы видите, вот здесь пояснение еще у меня на экране написано более подробное. Ну, мы не будем сейчас на нем останавливаться. Пойдем дальше, потому что еще не все флажки, не все чекбоксы проговорили. Длительного цикла. То есть в этом случае у нас с вами получается, что длительный цикл считается свыше 6 месяцев. И, соответственно, если мы выбираем предыдущие флажки, проставляем чекбокс, то мы и сюда проставляем чекбокс, потому что раздельный учет и раздельный учет по статейных затрат чаще всего применяется в таком наборе. То есть при установке такого флажка мы с вами принимаем к вычету НДС, не дожидаясь, может быть, окончания производственного цикла. Применяйте НДС по фактическому использованию. Когда мы с вами смотрели на местности, так сказать, смотрели на демобазе этот пункт, то я говорила, что стоит его сразу ставить чекбокс. То есть входящий НДС не принимается к учету, пока мы не спишем ТМЦ на затраты. То есть у нас 19-й счет остается весящим, не закрывается, независимо от того, есть или нет счет фактура. Но в этом случае нам не придется потом восстанавливать НДС, не придется дополнительно разловить косяки. На 5-процентный порог мы уже тоже обсудили. И, собственно говоря, вот все эти настройки мы делаем, но держим в уме, что у нас учет НДС основывается на видах деятельности, которые мы выбираем для нашего предприятия и, соответственно, задаем в первоначальных настройках. И сейчас мы вот к такому слайдику с вами переходим. То есть, как вы видите, красным вот выделено. Ну, например, обычный документ приобретения товаров и услуг. И где у нас виды деятельности? Это закладочка «Дополнительно». И здесь мы выбираем, допустим, под какую деятельность. Но на самом деле документ поступления товаров и услуг это достаточно коварный документ. Потому что, во-первых, очень несложно ошибиться. Ошибиться в отношении того, что мы первоначально выбираем в это поле. То есть, я, например, предполагаю, что для необлагаемой деятельности в этом случае у меня алгоритм работы с НДС один. А по результате у меня оказывается, что либо эта деятельность облагается НДС, либо она приобретается эти товары и для такой, и для облагаемой, и для не облагаемой базы. То есть, определяется по распределению, ну, либо каким-то другим образом. То есть, отличным от того, что я выбрала при вводе документов в систему. Сейчас мы с вами посмотрим на практики. Значит, переходим в конфигурацию. Только учетные политики нам уже не нужны. Список операций тоже. Значит, ну, например, вот. Вот он. Вяжем закупок. И все документы смотрим. Все документы и, ну, что-нибудь. Неправильно выбрала. Закупки. Все. Приобретение товаров и услуг. Вот, чтобы у меня не было помечения на удалении. Сам документ у нас выглядит вот таким образом. И, соответственно, на закладочке дополнительно, вот она у меня, последняя закладочка, мы выбираем закупка под деятельностью, выбрана облагаемой НДС. И у меня этот документ уже проведен, и все хорошо, и я уже закрыла период, и забыла, как это зовут, как этот документ звали. И тут выясняется, что на самом деле мне надо изменить вид деятельности, для которого приобретался данный товар. Значит, вот в этом случае существует возможность не изобретать велосипед, а штатными механизмами данную ситуацию откорректировать. То есть у нас с вами... Вот так, наверное, придется сделать. У нас с вами есть возможность вводить на основании. То есть, если я выбираю вот эту пиктограммку, вот на основании, то у меня достаточно большой перечень документов, которые я могу сформировать. И среди этих документов у меня есть и корректировка приобретения. И сейчас мы вернемся к нашим слайдикам, чтобы поподробнее рассмотреть. То есть на основании документа приобретения товаров и услуг я могу сделать приобретение. Вот видите, у меня основной документ приобретения. Используя вот эту пиктограммку, я могу выбрать корректировка вида деятельности по НДС. Соответственно, я выбираю корректировку вида деятельности и не внося изменений в первичный документ, не морочи себе голову всякими поисками всяких ссылок и корректировкой регистров. Я штатными механизмами использую возможность корректировать вот эту неприятность. То есть я изменяю штатным документом вид деятельности. Сейчас мы с вами снова переключимся на наш пример, на нашу демо-базу. Так, мы с вами закроем сейчас эти документы, они нам уже не нужны. И все-таки вернемся в подраздел финансовые результаты контролинг и непосредственно откроем сам помощник. То есть настройки мы сделали. Как поступать с неправильно выбранным видом деятельности, мы с вами посмотрели. И теперь переходим к учету, к помощнику по учету НДС. Мешается это нам. Ну, то есть, соответственно, вы видите, что здесь у нас достаточно большой перечень гиперссылок. На самом деле это очень удобный механизм. То есть проверяет массу информации. Ну, во-первых, наличие ручных ссылок. Потому что, как мы с вами помним, налоговый учет у нас с вами не формируется по записям в регистры. То есть нет ли ручных записей в книгу продаж, то есть книга покупок и книга продаж у нас с вами формируется как отчет в этих конфигурациях. То есть и в конфигурации комплексная, и в обычном ERP, и в ERP-управлении холдингом у нас книги записи, книги покупок и книги продаж формируются как отчет. Естественно, у нас с вами есть возможность внести туда записи вручную, так сказать. То есть не внося исправление в первичные документы, но это уже будет, так сказать, принудительная запись, не по первичным документам. И вот таких записей у нас программа ищет и как бы их иллюстрирует. У нас нет списанных НДС на расходы. Если бы у нас были такие операции, то у нас было бы вот в пояснении в тексте отражено, что там, например, вот конкретно количество документов, которые обнаружены с этими признаками, и ссылка, возможность перейти на эти документы. Значит, сначала мы проверяем ручные записи книги покупок, книги продаж. Потом списание НДС. Потом мы проверяем счета фактуры, которые заблокированы для вычета по НДС. Переобразите внимание, что, ну, допустим, я работаю с НДС, с помощником конкретно, возвращаюсь в первичные документы, что-то поправила, там что-то изменила. У меня здесь-то информация не меняется. Для того, чтобы она поменялась, мне необходимо вот так обновить сведения. И после этого мы переходим к регламентным операциям. То есть обновить состояние операции я нажимаю и смотрю, что у меня программа отработала. То есть состояние операции у меня сейчас актуальное. И сформировать движение по партиям товаров. Значит, у меня сентябрь не отработан. Но сентябрь у меня еще не закрыт, поэтому, соответственно, распределение НДС еще не требуется выполнять. И регламентированный учет у меня тоже не закрыт. Месяц сентябрь у меня еще рабочий месяц. Поэтому у меня такая же информация, как и в предыдущем пункте. Отчеты по НДС. Это вот, может быть, самая, так сказать, изюминка этого помощника. И вот этот конкретный отчет, анализ состояния учета по НДС, он на самом деле максимально удобный и максимально используемый. Он похож по строению на аналогичный отчет состояния по налоговому учету, по налогу на прибыль. Если мы формируем вот таким образом, вот видите, мы задаем период, ну, у меня период, допустим, квартал. В этом квартале у меня нету операций, которые не подвигаются, которые вот по данному юрлицу, вот, допустим, транслятор возьму, у меня не было операций в данном периоде. Ну, это я, допустим, знаю, поскольку у меня это база тренировочная. Допустим, когда я формирую отчет, если я руководитель, я, может, и не знаю, есть операции или нет. Нажимаю сформировать, а нет, вот операции у меня есть какие-то. То есть я, соответственно, могу посмотреть, что эти операции из себя представляют, сформировать. То есть видите, у меня эти операции за старые периоды, и только одна операция у меня датирована августом. Ну, естественно, я могу ее просмотреть. Может быть, что-то меня не устроит, и я пойду в документы первичные, посмотрю, и, возможно, подкорректирую вид деятельности. Но вот такой отчет на самом деле очень удобен и показывает и начисление, и вычеты, и сколько у меня НДС к уплате. То есть если я еще не закрыла период, то у меня как бы предположительные данные отражаются. Если закрыла, то я уже могу видеть, какие цифры у меня перейдут в налоговую декларацию. Так, значит, это мы с вами посмотрели анализ состояния учета по НДС. Второй, наверное, по популярности анализ причин блокировки вычета НДС. То есть блокировка-то на самом деле у нас используется достаточно часто. И вот мы смотрим, устанавливаем дату и смотрим так, где мой транслятор. Вот он. И, значит, смотрим по каким причинам у меня заблокированы для вычета какие-то счета-фактуры. Ну, то есть вот здесь ссылка на документ конкретный насчет фактуру и, соответственно, период, когда у меня возникло право на вычет и, допустим, срок исковой давности уже истек или не истек. И счета-фактуры, по которым нет блокировок, то есть по которым я могу принять к вычету суммы НДС и я могу оценить, а хочу ли я, то есть если я, например, приму вот такую счет-фактуру, то у меня в декларации будет к возмещению от налоговых органов, к возмещению из бюджета готова ли я к таким рискам, потому что, как мы знаем, если хотя бы рубль будет к возмещению из бюджета, то у нас как минимум камеральная проверка и, соответственно, по НДС у нас проверяется до четырех звеньев у наших партнеров и, соответственно, готовы ли я к таким рискам и хочу ли я себе раздавать такой адреналин или мне проще эту счет-фактуру заблокировать и принять к вычету в следующем периоде, когда у меня уже начисления будет больше и у меня не будет риска по камеральной проверке. Значит, реестр счетов-фактур, то есть, это позволяет полноту выписки счет-фактур и выданных, и полученных проверить, потому что самый основной момент, на котором возникают ошибки, причем и у опытных специалистов, опытных бухгалтеров и у новичков, это когда мы приходим в документ, сейчас перейдем с вами в документ, например, ну, закупки пусть будет, то есть, документ приобретения, вот, берем приобретение товаров и услуг, значит, все хорошо, мы с вами смотрим товары, смотрим цену, что, например, у нас указана какая-то конкретная цена, вот, к сожалению, не очень удачно выбрала, а нет, вот, значит, указана цена и ставка НДС, ставка НДС у нас может быть указана и, например, 20 или 10 процентов и ноль, то есть, экспорт и без НДС, то есть, это для ситуации, когда у нас, например, мы попадаем под освобождение по какой-либо статье, по какому-либо основанию, хотя бы по той же 149 статье, но в этом случае программа, то есть, у меня есть колонка, которая называется ставка НДС, и в этом случае программа воспринимает у меня, что к этой, к этому документу обязана быть счет фактура, несмотря на то, что у меня здесь стоит без НДС, у меня ссылка, что счет фактуру, будьте любезны, и программа будет проверять и выдаст мне ошибку при анализе вот этого документа, что у вас выделена колонка для отражения НДС, значит, должна быть счет фактура, а у вас ее нету. Но мы не будем сохранять эту ошибку, но, к сожалению, это самая распространенная статья ошибок. Так, нет, мы не сохранили эту ошибку, и возвращаемся к нашему помощнику. То есть, проверяется наличие счетов фактур, и если у меня документ оформлен вот таким образом, то у меня вот здесь будет выдана ошибка. То есть, мне нужно либо отметить эту деятельность как без НДС, тогда у меня пропадет колонка с НДС, со ставками НДС, либо мне необходимо будет ввести счет фактур. Анализируется также и начисление НДС с авансов, поскольку я могу варьировать немного по срокам, то есть, например, если я получаю авансы, я могу в течение пяти дней не формировать НДС, не формировать НДС, аванса, но потом, если я не сформировала этот документ, то я попадаю под штрафные санкции и программа, естественно, мне этот аспект анализирует и выдает, что, например, есть авансы, на которые не составлены счета фактур, то есть, необходимо выполнить формирование счета фактуры. Ну, и, соответственно, мы дожгли к книгу покупок, к книгу продаж, как я уже говорила, это формируется как отчет, то есть, мы выбираем период, мы выбираем юридическое лицо и формируем книгу покупок, где будут какие-то строки у меня нету, потому что операция у меня не происходила за этот период. И, соответственно, таким же образом формируется книга продаж, то есть, это отчеты, как я уже сказала, и журналы полученных и выставленных счетов фактур. На самом деле, вот эти все журналы мы же задаем в электронном формате, сейчас отчетности по НДСу, но, тем не менее, журнал учета у нас сформируется и в печатной форме мы можем вывести. Так поставим, то есть, вот она наша печатная форма и, естественно, формируется это тоже как отчет по документам основания, то есть, по счетам, факторам. На самом деле, механизм формирования физических документов, то есть, выполнить вот формирование журнала учета и выслать этот файл для налоговых органов мы с вами можем и, как бы, как видите, это достаточно нажать одну кнопочку, то есть, сейчас с этим работать стало гораздо более просто, но, тем не менее, мы переходим в самый интересный журнал, самый интересный отчет, вернее, отчет НДС в электронном виде, то есть, мы сейчас даем декларации по НДС только в электронном виде и, соответственно, отчеты, которые я могу в электронном виде сформировать, у меня вот таким образом я сформировала журнал, книгу покупок, книгу продаж и могу, например, если у меня в рамках встречной проверки затребовали предоставление этих документов, я могу их отдельно сформировать и отправить файл с этими отчетами, не ожидая изготовления декларации, которые, как вы помните, к которой мы обязаны прикладывать дополнительно вот эту отчетность, то есть, так, и формирование самой декларации, то есть, вот формирование самой декларации с помощью помощника у нас вообще происходит очень, ну, скажем так, если не сказать просто, то не трудоемко, на самом деле в помощник собраны вот все возможные способы проверки, формирования документов, то есть, мне не надо уже это держать в голове и помнить, что я это не сформировала, то есть, у меня это автоматически формируется, и, соответственно, я формирую декларацию, и вот здесь у меня на самом деле, вот она, программка себя хвалит, это рекламный баннер, сейчас мы подвинемся немножечко, вот так, значит, это рекламный баннер сервиса 1С отчетность, то есть, у нас есть блок 1С отчетность, в которую входит соответственно перечень уже регламентированных отчетов, которые мы формировали, со статусами, там, например, в работе, сдано и так далее, и разные дополнительные сервисы в виде нет, не смогу подвинуть, значит, в виде дополнительных, дополнительные возможности переписки, получения уведомлений, личных кабинетов и так далее, и есть сервис 1С отчетность, то есть, вот как раз-таки рекламный баннер, который вы сейчас видите, сейчас, вот так вот дыхаем, что, то есть, это возможность напрямую с сайтами, вот, указанных здесь фискальных органов, то есть, ПНФ, соцфонд, судебные приставы, ну, то есть, вот, все фискальные органы, которые перечислены здесь, мы можем настроить с ними прямую связь, напрямую с сайтом, без оператора ТКС, то есть, без использования, например, без отчетности, Астрал, там, ну, и так далее, контур, напрямую на сайт размещать свои потребности, но, как всегда, есть, но, подробнее вы про вот этот сервис можете почитать вот по этой гиперссылке и подключиться к нему очень несложно, но, этот сервис платный, значит, если у вас есть подписка ИТС проф, то для вас будет подключение одного юрлица бесплатно, остальные за денежку, если у вас подписка ИТС техно, то у вас бесплатных подключений не будет, будут только за денежки, денежки, правда, не очень большие, то есть, от 3600 рублей до, там, 4800 рублей, если я не ошибаюсь, за год, соответственно, если мы разобьем помесячно, то цифра будет сидящая самолюбие, но, тем не менее, если обычные холдинговые структуры имеют много юридических лиц, то это уже зависит от того, готовы мы или нет к таким расходам, если я сейчас вот это закрою, это рекламный баннер, то, соответственно, здесь мы при формировании декларации уже создаем, допустим, вот, у меня это, ну, обычным путем, как мы все обычную создаем отчетность, но здесь есть еще при работе с НДС есть одна тонкость, вот мы создали с вами декларацию, мы ее создали через помощника, все, посмотрели, написали, что здесь вот заполнить, и оно у нас по нашим данным заполнить, сохранить, по нашим данным сформировало и приложение 8, 9, то есть это наши книги, и собственно саму декларацию, все хорошо, номер корректировки нулевой, то есть это первичная декларация, мы ее сохранили и отправили, вот мы ее сейчас сохраним, и отправили в налоговые органы, а потом налоговые органы нам, например, прислали требование что-нибудь пояснить, ну, что нашли какие-то моменты, которые вызвали их сомнения, мы посмотрели, опс, да, нужно делать корректировочную декларацию, то есть вот через помощника мы можем сформировать только первичную декларацию, мы можем сформировать седьмой раздел, реестры, приложения, но только первичную декларацию, соответственно, для того, чтобы отправить корректировочную декларацию, мы с вами уже должны будем в разделе декламентированный учет заходить в блок 1С отчетность, вот он у нас, немножко подвинемся, вот, то есть переходить в общий журнал отчетности, и здесь уже создавать корректировочную декларацию с признаком корректировки, например, 2, там, 3, и так далее, 1, 2, 3, то есть зависит от того, какая корректировка. Снова вернемся к нашему помощнику, и, значит, вот еще какой момент важен, у нас есть раздел сервис, то есть мы здесь все посмотрели, все сформировали, все ошибки исправили, декларацию сформировали, а что нам еще может дать раздел сервис. Значит, сервис, это мы можем провести сверку учета с выставленными счетами, фактурами наших партнеров, то есть мы можем проверить, зарегистрированы или принятые нами счет фактуры у поставщиков и проанализировать надежность поставщиков, потому что, как вы знаете, по НДСу это у нас, ну, скажем так, песня вечным, то есть мы должны доказывать надлежащую коммерческую осмотрительность и, соответственно, в случае, если наш поставщик попадает в какую-то зону риска, то, естественно, в зону риска попадем и мы во всякие светофоры и все остальное, потом будет очень сложно из этих всех черных списков предприятия вытаскивать. Надежность, допустим, вот по сейчас поставим транслятор и, например, в течение выберем этого года вот таким образом и, соответственно, либо нажимаем сформировать, либо смотрим настройки, то есть настройки это уже конкретизировать по каким-то конкретным параметрам, но, к сожалению, время у нас не сильно много остается, посмотрим вот таким образом, то есть у нас высвечивается проверка по 1С парк по рискам и, соответственно, если у меня высвечивается статус нет информации о контрагенте, то я должна тут же схватить перед ним и обязательно его отслеживать, но на самом деле то есть это для меня сразу большой стоп-сигнал и возможность задуматься, а стоит ли с этим контрагентом иметь дело, но поскольку у меня демо-база стихно-контрагенты у меня имеют придуманные и, наверное, придуманные регистрационные данные, то для меня в этом случае как бы все нормально, но если у вас на рабочей базе и на рабочих контрагентах высвечивается вот такое предупреждение, то в этом случае уже надо бить тревогу. Так, значит, вот я вижу у нас вопрос, какие появились. Значит, если вы счета фактуры не получили и проверки контрагента, проверки мы с вами посмотрели надежность ходячего НДС, а здесь мы в сервисе еще могли посмотреть сверку учетных данных по НДС, то есть если вы не находите этот счет фактуру, то, соответственно, вы должны уже в этом случае НДС, вы не можете его придать, принять к вычету и, соответственно, должны принимать решение, как поступать, то есть списывать его без возможности возмещения или нет. то есть вы должны получить подтверждение, что контрагент, допустим, не надежный или что контрагент этот документ не зарегистрировал, это уже принимать административные решения. Так, следующий вопрос, который у нас с вами здесь. Так, ну, это администратор вам ответил. по поводу записи, да, запись будет, мы, как я вначале говорила, выкладываем записи вебинаров на наш сайт, так что милости просим, заходите, смотрите, возможно, еще какие-то материалы вас заинтересуют, мы будем очень рады оказаться вам полезными. Ну, к сожалению, наше время уже истекло, я пока закрываю все наши вопросы и переходим к нашим слайдикам. Так, и возвращаемся к первому самому титульному, так сказать, листу, и я хочу напомнить вам наши контакты, то есть нашу электронную почту, телефон, телеграм-контакты, и еще раз напомнить, что мы будем вам благодарны за обратную связь, и, соответственно, будем надеяться на взаимное сотрудничество, у нас очень большой опыт по работе с программами 1С и продажи, и заполнения, и настройки, и доработки, так что милости просим. На этом разрешите поблагодарить вас за внимание, за время, которое вы нам уделили, и до новых встреч до ваших вопросов. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова